МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Григорий Викторович Щербаков, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе. Здравствуйте, Григорий Викторович! Здравствуйте, Анна! В преддверии Дня российской науки, которая отмечается в нашей стране 8 февраля, у вас уже начались некоторые мероприятия, которые касаются научной деятельности Академии и в целом системы ФСИН России, да? Да. В период с 1 по 9 февраля в нашей Академии организована и проводится неделя науки, посвященная, конечно, Дню российской науки, которую мы празднуем 8 февраля. Все мы знаем указ, соответствующий о создании Российской Академии наук, 1724 года положил празднование этого замечательного дня. Как важно для системы исполнения наказаний в России именно изучение научной части, сотрудничества между другими странами, пенитенциарными системами? На первый взгляд может показаться, какая может быть наука в системе исполнения наказаний. Но, как показывает практика, основной целью исполнения уголовных наказаний является исправление и ресоциализация осужденных. А на сегодняшний день, да и всегда так было без научного подхода, эти цели, главные основные, выполнить практически невозможно. И именно поэтому образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний, научно-исследовательские институты ФСИН России берут на себя вот такую миссию по научному осмыслению и постановке и разработке основных подходов к решению проблем исправления и ресоциализации преступников. Какие основные темы вы сейчас поднимаете в эту неделю науки, которая у вас проходит, и к каким выводам хотите прийти? Ну, надо отметить, что неделя науки у нас проводится ежегодно, последние, наверное, 7 лет. И в основном, конечно, мы пытаемся, коль мы являемся образовательной организацией, пытаемся привлечь к этому мероприятию наших курсантов и студентов. Потому что наука начинается именно с студенческой скамьи, и необходимо дать ребятам возможность почувствовать себя немного в роли небольших исследователей по тем проблемам, вопросам, которые волнуют уголовно-исполнительную систему, и с которыми они на практике будут сталкиваться. Но в связи с этим очень много мероприятий, связанных и посвященных обсуждению в формате круглых столов, дискуссионных площадок, тех проблем, которые есть по юридическим вопросам, по вопросам экономическим, материально-техническим, естественно, психологическим, педагогическим, ну и целым комплексу социальных вопросов, которые требуют решения в нашей системе. Ну вот если привести пример, то какие проблемы сейчас наиболее актуальны, которые требуются решить? И хотелось бы узнать о достижениях, может быть, за последний год-два, которые действительно с помощью научной деятельности были решены на местах. Вы знаете, это является одним из критериев и показателей научной деятельности, востребованности и внедрения ее результатов в практику. Конечно, мы ориентируемся на запросы практики, и уже сейчас активно разрабатываются вопросы альтернативных, лишению свободы видов наказаний. Это проблемы, безусловно, ресоциализации, то есть включение осужденного в такую среду помещения, чтобы он после освобождения очень так гармонично интегрировался в общество и не допустил повторного совершения преступления, рецидив, потому что у нас достаточно большой. Большой пласт проблем относится к психологическим вопросам, потому что, как показывает практика, без психологии сейчас очень сложно решить какую-то проблему, какую-то осужденного ли, семьи его, выхода на свободу. И вот, наверное, вот эти вопросы сейчас будут активно у нас обсуждаться в течение всей недели. То есть в психологической сфере также прорабатываете проблемы, вот эти вопросы, и психологи больше, и по другим методикам начинают работать уже в учреждениях с осужденными? Да, потому что сами по себе условия отбывания уголовного наказания, они достаточно сложные с точки зрения психологии, восприятия личности, и требуют специальных подходов, а где-то и новых инновационных методик, которые позволяют нам не просто диагностировать или констатировать какие-то проблемы у осужденных, они позволяют какие-то разрабатывать программы терапевтические, позволяющие человеку после прохождения данных программ, ну, наверное, быть более востребованным и быть более законопослушным, скажем так. Я так понимаю, что действительно человек, оказавшись, грубо говоря, за решеткой, в идеале должен исправиться по всем параметрам, по всем вашим целям и направлениям. Вот сейчас получается с каждым годом добиваться все меньше, меньшее количество рецидивов, чтобы действительно люди исправлялись, находили себя в жизни, получается благодаря вашей, в том числе, работе? Вы знаете, есть в пенитенциарной психологии такой принцип, называется принцип исправимости. И он констатирует, что с одной стороны мы должны быть убежденными в том, что любого преступника можно исправить, с другой стороны мы понимаем, что это очень сложный процесс и не каждого далеко мы можем действительно исправить, направить на истинный путь, скажем так, переориентировать. Но тем не менее мы говорим о том, что этому сейчас уделяется очень много внимания. Что касается рецидива, то рецидив, к сожалению, стабильно уже на протяжении последних нескольких десятилетий остается достаточно высоким. И это касается не только Российской Федерации и во многих странах и Западной Европы, и Соединенных Штатах Америки. Эти проблемы очень серьезные. И вот все международные конференции, семинары по этому вопросу всегда так или иначе возвращаются к вопросу, как же нам работать с лицами, находящимися в местах лишения свободы, чтобы они повторно не совершили преступления, чтобы они стали безопасными для общества. Скажите, какие еще мероприятия сейчас у вас будут проходить? У нас в этом году, как обычно, очень много планов, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Неделя науки стартует. У нас проводится в рамках Недели науки и конференции памяти нашего известного, заслуженного деятеля науки Зубкова Александра Ильича. И будет целый ряд мероприятий, кафедральных визитных карточек совместно с ведущими кафедрами и вузами России, МГУ, Бауманг, Российская Академия наук по таким узким специализированным вопросам. У нас Неделя творчества в марте начинается. Неделя творчества курсантов и студентов, в рамках которой к нам уже сейчас больше 30 курсантов из-за рубежа, где мы будем вместе обсуждать с ребятами, спорить, творить, участвовать в спортивных мероприятиях. А будет ли какая-то состязательность в этой творческой неделе? Конечно. Неделя творчества курсантов. У нас принцип состязательности очень важный и для любого дела и научного является таким мощным стимулом для активной деятельности. Конечно, ребята будут соревноваться и в творческих конкурсах, и в научных. Пишут сочинения с Олимпиады. У нас будет в рамках много спортивных мероприятий. Турнир памяти Макарова, нашего, кстати, земляка-резанца. Вот в прошлом году его сын закрепил за Академией права проведение турнира по стрельбе из пистолета за Академией. Поэтому мы его тоже ждем в этом году. И турнир Макарова соберет тоже лучших стрелков Рязанской области и наших ведомственных образовательных организаций. Вот к вам приедут из МГУ, Бауманки. Они прям вот к вам соберутся с какими-то своими докладами или что для обмена опыта? Как это будет выглядеть? Да, у нас, знаете, четвертый год в Академии проводится проект, называется «Визитная карточка кафедры». Каждая кафедра, которых у нас 24 в Академии, проводит свое кафедральное мероприятие, но научное имеется мероприятие, совместно с ведущей кафедрой одного из ведущих вузов страны. И когда мы договариваемся о программе проведения, то эту программу утверждает наш начальник кафедры, допустим, уголовно-исполнительного права и заведующий кафедрой, соответствующей Московского государственного университета имени Ломоносова. Далее мы решаем вопрос, где мы будем проводить это мероприятие. И, как правило, мы чередуем. Один год к нам приезжают в гости уважаемые сотрудники МГУ, а следующий год мы к ним приезжаем в гости на их базе проводим. Получается, каждая кафедра одного вуза, вашего вуза, представляет свою тему, да, чтобы обменяться опытом? Дело все в том, что сама по себе наука, она такая очень, такое емкое понятие, и те проблемы, которые мы исследуем, допустим, проблемы юридические в нашей уголовно-исполнительной системе, их невозможно решить без проблем, связанных не только в уголовно-исполнительном законодательстве, но и в уголовном законодательстве, уголовно-процессуальном, административном, гражданском и так далее. И все эти усилия, все эти, они объединяются вот в таких семинарах, конференциях, и ученые из разных вузов, ну, в данном случае из гражданских и ведомственных вузов, пытаются решить проблемы уголовно-исполнительной системы с учетом имеющегося опыта и тех наработок, которые есть в их вузах. А если такой же пример привести с международными вузами, как выглядит вот именно ваше сотрудничество с ними? У нас заключено на сегодняшний момент 19 договоров о сотрудничестве с иностранными вузами и пенитенциарными службами, но по сложившейся традиции тут еще и языковые проблемы, вопросы, отсутствие барьеров таковых. Это вузы Белоруссии, Казахстана. Активно мы сейчас работаем в Азербайджан, Армении, Монголии, Вьетнам. Как ни странно, там на русском языке тоже разговаривают, помнят, и там есть наши выпускники, которые уже занимают высокие руководящие посты. И они к нам приезжают на эти мероприятия, они смотрят, как мы проводим. И вот в Кастанайской академии МВД Республики Казахстан подобный опыт уже внедрен. Они в этом году проводят уже второй год визитные карточки, так же, как мы. И приглашают нас с тем, чтобы мы поучаствовали в их мероприятиях. А что касается курсантов, есть ли у них подобные какие-то мероприятия, где они также могут обмениваться опытом? Да, вот «Неделя творчества» — это как раз одна из таких площадок. Плюс к этому у нас для курсантов проводится целый комплекс мероприятий, где они могут проявить себя. Это и подготовка научных работ для конкурсов, это и участие в различного рода конференциях, мероприятиях, которые проходят под эгидой различных общественных организаций. Насколько часто это происходит, чтобы ваши курсанты вот так вот выезжали? В год? В год, да. В год это бывает минимум раз 5-6. Они выезжают, и вот сейчас активно ведется работа по подготовке к выезду тоже команды курсантов на Петербургский юридический форум международный. Это очень большое мероприятие в рамках этого форума. Кстати, в прошлый раз наш воспитанник-курсант занял одно из первых мест и практически из рук председателя правительства получил награду «Диплом первой степени». Это, как вы понимаете, достаточно высокая оценка и его работы, и всей нашей работы в том числе. А как различается мышление курсантов и вот уже преподавателей, профессоров ваших? Они в одном направлении думают, вот именно по развитию уголовно-исполнительной системы? Да, проблема, конечно, поколения, она всегда существовала, она и сейчас существует. И, вы знаете, проблема, связанная с восприятием той информации, которую приходит и говорит уважаемый доктор наук, молодым ребятам, юношам и девушкам, она действительно существует. Но мы стараемся и в образовательный процесс, и в научную деятельность вносить очень своевременно все те инновации, которые должны присутствовать и в ВУЗе, и потом на практике. И вот не так давно мы обсуждали с нашим учредителем Федеральной службы исполнения наказаний вопросы, связанные с тем, чтобы в ведомственных ВУЗах были те программы, те технические, в том числе установки, которые являются передовыми и которые уже через несколько лет будут на практике востребованы. То есть мы понимаем, что мы должны готовить курсантов реально с небольшим даже запасом вперед. Как вы знаете, как зона ближайшего развития, для того, чтобы он уже здесь посмотрел, понял, как это работает, что в перспективе будет, чтобы, придя на практику, он уже был готов к этому, готов к работе в этой новой системе, в этом новом формате. Григорий Викторович, я уверена, что и эти предстоящие мероприятия, которые вот уже сейчас стартовали, принесут большие плоды, как и форум, который недавно прошел у вас в Академии. Поэтому желаем вам удачи от лица нашей телекомпании, развития и укрепления нашей уголовно-исполнительной системы. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова